Здравствуйте! С вами новости телеканала САМПО ТВ 360, студия Эдуард Тур и вот некоторые события этого дня. Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с закрытием детского сада в поселке Суайоки Суаярского района. Иконостас Преображенской церкви на острове Кижи отреставрируют к концу ноября. Мы видели вас в деле, региональный этап показал, что вы настоящие профессионалы, поэтому вам есть что показать на уровне Российской Федерации. Карелия вперед! Команда из Карелии отправилась на четвертый национальный чемпионат Обилимпикс. Правительство России установило размеры пособий по безработице на 2019 год. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. С 1 января нового года минимальная величина пособия составит 1500 рублей, максимальная – 8000. Исключением станут граждане предпенсионного возраста. Для них минимальная величина пособия также составит 1500, а максимальная будет выше – 12280 рублей. В Карелии заболеваемость ОРВИ выросла до уровня эпидемического порога. По словам специалиста Республиканского управления Роспотребнадзора, за последние 7 дней зарегистрировано 4766 случаев. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 900 человек. Занятия приостановлены в одном классе Костомушской школы и в двух – 27-й Петрозаводской. Также выросло число заболеваний пневмонии. За прошлую неделю зарегистрировано 122 случая. Карантин введен в четырех школах и в четырех детских садах Петрозаводска, а также в учебных заведениях поселков Шуя и Мелиоративный. Глава Карелии Артур Парфенчиков вновь прокомментировал ситуацию в связи с закрытием детского сада и школы в поселке Суайоки Суаярвского района. К руководителю региона обратилась местная жительница Анна Власова с просьбой разобраться в происходящем. По ее словам, в поселке есть как минимум восемь детей, которые могли бы ходить в ясли. Сегодня переписку и обсуждение этой темы опубликовали ряд СМИ. Артур Парфенчиков в посте на своей странице ВКонтакте заявил, здание школы и детского сада находится в аварийном состоянии, поэтому школьников и детсадовцев из Суайоки предложили возить в соседний населенный пункт. Идет и ремонт дороги, по которой детей доставляют в образовательные учреждения. «Проблема содержания школ и детских садов в небольших населенных пунктах системная и требует поиска комплексного решения, в том числе альтернативного формату детских садов. Сейчас надо отбросить эмоции и найти решение», – заявил глава республики. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев отчитался об итогах работы за год. На брифинге детский омбудсмен пообщался с журналистами и рассказал о первостепенных задачах в области защиты прав детей в Карелии. Подробности в сюжете Дениса Тюрина. Количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в Карелии за последний год увеличилось вдвое. Об этом заявил Геннадий Сараев на встрече с журналистами, прошедшие в инновационном парке Петрозаводского государственного университета. В этом году на рассмотрение омбудсмена находилось 406 обращений граждан. Из них полностью решить вопрос удалось в 83 случаях. Важной темой Геннадий Сараев назвал оптимизацию в социальной сфере. По его мнению, она не всегда оправдана. Примером может служить попытка закрытия детского сада «Елочка» в городе Суаярве летом этого года. По словам омбудсмена, в этой ситуации удалось убедить местную власть в нарушении законных интересов детей и нецелесообразности закрытия сада. В разговоре с журналистами Геннадий Сараев остановился и на ситуации с приемными детьми. На сегодня около 300 детей из Карелии воспитывают новые родители. Омбудсмен подчеркнул, что подростков приемные семьи берут неохотно. К сожалению, не решается вопрос по старшим детям. Отсутствие подготовленных, профессиональных семей, которые могут принять ребенка-подростка к себе и в семью воспитать – это серьезная проблема. Журналисты поинтересовались, почему детский обудсмен редко выступает с заявлениями в публичном пространстве, предпочитая вести работу напрямую с представителями власти. В данном случае это дает больший результат, нежели чем поднять волну общественности, да, сформировать какое-то мнение и потом его не оправдать. В будущем году уполномоченный по правам ребенка продолжит активную работу по обращениям граждан, количество которых продолжает расти. Денис Тюрин, Сергей Беляев, САМПО ТВ 360. Онежское озеро после шторма выбросило на берег судна до Петровской эпохи. А в Карелии покажут фильм, где главную детскую роль сыграл актер из Петрозаводска. Подробнее об этом не только, расскажем коротко. Фильм «Человек, который удивил всех», где главную детскую роль сыграл актер из Петрозаводска Василий Попов, покажут в Карелии, в Петрозаводском кинотеатре «Премьер», а также в Пудаже и Оланце. В Вологодской области шторм выбросил на берег Онежского озера уникальное судно. Оказалось, что это останки деревянного коча, построенного предположительно еще в XVI веке. 18 ноября в Петрозаводске стартовал новый проект по раздельному сбору мусора «Компостмобиль». В первый рейс удалось собрать 520 литров отходов, которые будут переработаны в биогумус. Благотворительный фонд имени Арины Тубис приглашает волонтеров-юристов в проект «Закон ради жизни». Добровольцам расскажут о защите прав онкобольных людей. Обучение бесплатное. Карельские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на открытом Кубке Санкт-Петербурга по Кио-Кусинкай. В соревнованиях участвовали каратисты из разных регионов. Стартовал конкурсный отбор проектов для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив в 2019 году. Заявки принимают до 10 декабря. Многочисленные переговоры и ряд соглашений о сотрудничестве. Генеральный директор Карельской корпорации развития Юрий Савельев подвел итоги форума «Бизнес-неделя-2018». Напомним, он проходил в Петрозаводске с 6 по 10 ноября. В форуме приняли участие полторы тысячи человек. Это карельские предприниматели, эксперты ведущих компаний России и ближнего зарубежья, представители некоммерческих организаций, руководители региональных органов власти и органов местного самоуправления. Во время работы форума прошло большое количество переговоров о реализации инвестпроектов в регионе. Подписано соглашение о сотрудничестве. Только корпорация развития заключила 7 партнерских договоров. Среди них соглашение с нано-сертифика о создании Центра нормативно-технической поддержки инноваций, а также соглашение с Ассоциацией профессиональных директоров «Директориум» по созданию Центра развития управленческих компетенций. Основная задача вот этого подписания соглашения, это было создание при корпорации проектного офиса и Центра по подготовке молодых управленцев и по продвижению тех молодых талантливых управленцев, которые на сегодняшний день мы будем выявлять на территории республики, и дальше, в общем-то, помогать им дальше продвинуться, обучиться и стать, соответственно, директорами различных компаний. В целом, Юрий Савельев подчеркнул, что бизнесу такой формат пришелся по душе, и сам он оценивает результат как весьма положительный. Кроме этого, генеральный директор корпорации развития отметил, что даже после окончания самой недели профессиональные спикеры давали мастер-классы уже на других площадках города, собирая немало слушателей. Всего в рамках бизнес-события выступили 100 приглашенных экспертов. Команда из Карелии примет участие в четвертом национальном чемпионате «Обилимпикс», который пройдет в Москве с 21 по 23 ноября. На соревнованиях по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья наш регион представят 9 участников. На вокзале их провожали родные, друзья, специалисты управления труда и занятости и наша съемочная группа. 9 финалистов регионального этапа представят республику в 9 направлениях. Психология, малярное и поварское дело, флористика, художественная вышивка, ландшафтный дизайн, социальная работа, ремонт автомобилей, экономика и бухучет. Среди них Екатерина Гробовская, главный бухгалтер Карельского регионального отделения Всероссийского общества слепых. Она победила в чемпионате «Обилимпикс» в Карелии. Подготовку к всероссийскому этапу состязаний начала сразу после завершения региональных соревнований. Я закупила учебную версию программы «Динеса бухгалтерия» 8.3 и дома каждый день я тренировалась, работала вниз. Еще один карельский финалист – Дмитрий Шевченко. Он стал лучшим в компетенции поварское дело. На конкурсе представит одно из своих блюд, процесс приготовления которого оттачивал не один месяц. Одно блюдо – это куриный рулет с гарниром и консаме – прозрачный суп. А в чем особенность? Это какой-то ваш фирменный рецепт? Ну, это было на здании по Карелии. Это же задание остается. Только немного эстетику добавили. Покрасивее будет. Международное движение «Обилимпикс» переводится как «Олимпиада возможностей». Карелия присоединилась к движению в 2016 году. В апреле этого года в соревнованиях участвовали 75 человек с ограниченными возможностями. Лучших из них выбирали в 12 направлениях. Такие соревнования – это хороший шанс для молодых специалистов с инвалидностью найти работу и понять, что они нужны. Привлечь внимание работодателей к проблеме трудоустройства инвалидов. Это первое. Второе – это возможность самореализации инвалидов. Нам необходимо показать, что инвалиды – они такие же профессионалы, как и люди без ограничения возможностей. А в некоторых случаях их компетенции и навыки даже могут превосходить навыки других людей. Елена Фролова напутствовала карельскую команду от имени главы республики. Она пожелала ребятам не просто успешного выступления, а побед на чемпионате. Мы видели вас в деле. Региональный этап показал, что вы настоящие профессионалы, поэтому вам есть, что показать на уровне Российской Федерации. Скорее! Вперед! Наталья Кузьмина, Сергей Беляев, Сампо ТВ 360. Иконостас Преображенской церкви на острове Кижи отреставрируют к концу ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника Кижи. Сейчас специалисты завершают работу по реставрации рамы иконостаса, проводят тонировку утрат золоченого покрытия и накладывают лак. Реставрация 105 икон из Преображенской церкви полностью завершена. После того, как завершится воссоздание сруба, специалисты займутся внутренним убранством церкви. На свое историческое место иконостас планируют вернуть в 2020 году, ко дню Преображения Господня. Это все новости на сегодня. С вами был Эдуард Тур. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова